Многие сейчас забрасывают Владимиру Зеленскому концентрацию власти именно в этих легальных институтах. То есть, если посмотреть, то он президент, он же, собственно говоря, и, посредкованно, хорошо такое слово украинское, и глава Кабмина, он же, собственно говоря, и глава парламентского большинства в парламенте, он же, собственно говоря, назначает силовиков. То есть, сейчас у нас сложилось, вот многие эксперты, которые последние не говорят, фактически сильная президентская ветвь власти. То есть, сейчас фактически Украина от парламентской президентской республики де-факто, не де-юре, конечно, стала президентской. И в этом смысле, видите ли вы здесь какие-то угрозы, или наоборот, вы видите в этом какие-то плюсы, и видите ли вы в этом усиление власти института президентства, и к чему это может привести, как это может быть использовано. И вот даже в частности об отмене депутатской неприкосновенности очень многие говорили. То есть, вначале мы же привыкли говорить, что да, это очень важно, но с другой стороны, если подумать и вспомнить Майдан того же 2004-2013 года, то тут очень простой вопрос. То есть, их могло бы и не быть, если бы просто вовремя пришли какие-то правоохранители и сказали, арестовываем 5 депутатов или 10 депутатов, или 30 депутатов. И, собственно говоря, на этом бы Майдан, может быть, тогда и задохнулся бы. Вот как вот тут вот это все теперь соотносить и понимать? Да, вот смотрите, если начать с конца, все-таки для человека, который думает процессами общественными, для меня сложно поверить, что без депутатской неприкосновенности, которая была на тот момент, Майдана бы не случилось. Потому что Майдан – это явление более широкого, высокого порядка. Это все равно, что говорит, что Майдан организовали американцы и Виктория Нулот, которая раздавала печеньки. Нет, нет, ну вы-то знаете, что должен быть кто-то, кто возглавит, поведет и будет там, ну, менеджерами процесса. Депутаты, которые были сценой, в основной массе всегда депутаты, которые были сценой. Ведь это же была сцена Майдана и, собственно, аудитория Майдана. И очень много было нареканий на то, что сцена потом захватила власть, просто воспользовалась этим для того, чтобы захватить власть. Те, которые были на сцене, они просто пересели во властные кресла и, в общем-то, там немножечко зацементировали, забронзовели и так далее. Да, то есть, и, конечно, они представляют собой гораздо лучший материал властный, чем все-таки это был Принаковичем материал, понятное дело. Да, то есть, ну, тут нет, я бы не демонизировал никого, я вообще не хочу никого демонизировать, ни Яценюка, ни Порошенко, ни никого. Но, тем не менее, такая вещь произошла, да. Что касается усиления президентской власти. Усиление президентской власти я пока не вижу институционального усиления, да, что оно институционально и системно. Что пока что происходит, пока что происходит очень забавное с точки зрения наблюдателя, которые в курсе, да, вещей, очень забавная вещь, происходит нечто похожее тому, что студент, который весь семестр бездельничал, испытывает перед экзаменом, когда ему нужно за, значит, за ночь выучить вот такой вот курс, там, не знаю, по теоретической механике или археологии Украины, да, ну, то есть, это, я думаю, что все-таки равновелики по сложности задачи. Сразу многие вспомнили студенческие годы, тепло стало на душу. Примерно это сейчас и происходит, смотрите, вот те верховные законопроекты, которые в Верховной Раде, собственно, процентов 70-80 из них, те, которые сейчас подал президент, подала фракция «Слуга народа», подала правительство и так далее, 78% из них, они уже либо были поданы в прошлую Верховную Раду, либо они нарабатывались гражданским обществом, экспертным сообществом, они нарабатывались, там, их просил и даже требовали наши западные партнеры, да, то есть это не, это не новое, это повторение ошибок, это работа над ошибками прошлого созыва Рада, да, то есть это то, что быстрое, что нужно сделать, это даже не горячие реформы, о которых президент говорил там в совещании с силовиками, это подготовка к горячим реформам, это некая расчистка поля, некая расчистка поля перед тем, как, перед тем, как приступать к системным реформам, да, то есть эта вещь символизирует отложенный реформаторский импульс, да, то есть вот у нас был реформаторский импульс, а реформ, реформ, собственно, не было, да, они блокировались, они становились жертвой неких договорников, они становились жертвой процедуры, потому что очень часто процедуру, которую сейчас поднимают на щит, очень часто процедуру использовали для, использовали для того, чтобы блокировать реформу, для того, чтобы она лежала на полочке. Ну, в дальнейшем это тоже можно сделать, то есть те же самые законы, которые сейчас приняты, тоже могут, может быть, использована процедура, и закон никто еще не отменял, сказать, вот все законы, что приняты, они отменяты с нарушением процедуры, и что тогда с этим делать? Это, кстати, возвращаясь к вопросу. Что будет тогда с этим делать? Ну, посмотрим тогда. Сейчас процесс идет... Да, как он идет, да, потому что это нужно сделать для того, чтобы запустить реформаторские усилия. Почему так происходит? Я думаю, что так, во-первых, отложенный этот спрос, это как крышка этого кастрюли, да, если ее прижать, если ее прижать и поставить кастрюлю на огонь, огонь же никуда не уйдет, огонь не выключать, а крышку вам держать рано или поздно надоедает, да, и вот если сильно долго передержать ее и отпустить, да, потом, значит, крышечку можно может сорвать, ну, в смысле, сорвать тем парам, которые есть, которые накопился. Второе. Похоже, действительно, об этом вот Леонид Швец писал, я с ним полностью в этом согласен, что похоже, что Владимир Александрович Зеленский действительно искренне собирается выполнять свое обещание прийти на 5 лет всего, то есть на одну каденцию. Если бы Петр Алексеевич Порошенко в 2014 году заявил изначально, что он идет только на 5 лет и сделает все для реформирования, и это бы у него сидело изначально в голове, я думаю, мы сейчас бы имели другие результаты, и Зеленский бы сейчас запускал новые проекты квартала, но так не сложилось, да, ну, поэтому пришлось выполнять те задания, которые стояли перед Порошенко еще в 2014, которые поставил, собственно, Майдан и украинский народ, на самом деле, не только Порошенко, но еще и его коалиция, его власть. Ну, как сложилось, так сложилось, да, то есть, и он понимает, что у него действительно мало времени, он понимает, что у него действительно мало времени, поэтому сейчас идет такой напор, я думаю, что он будет идти, потому что я лично вижу вот так, как бы, со стороны, я вижу в этом, такая стратегия не артикулировалась, но я вижу, как бы, некую последовательность, да, Сначала это разрушение вот этих вот трех составляющих. Сначала это на личностном уровне, то есть повычищали, бескомпромиссно повычищали. Если помните, сразу после инаугурации, по-моему, была статья такая, которая описывала то настроение, которое царит на Печерских холмах, в кафешках, когда сидят там люди, которые только что занимали хорошие должности и у них были хорошие потоки в руках, и они сидят с растерянными совершенно глазами. Действительно, с ними никто не договаривается, с ними никто не договаривался, с ними никто не разговаривал. Вот эта вот статья, которая, насколько я понимаю, человек, который знает эти все куларчики Печерских холмов, он это описал очень хорошо. То есть первое это личностное, действительно ни одного старого депутата не было в этом самом. Во фракции и среди мажоритарщиков не действительно ни одного старого депутата. Конечно, может быть, с водой выплескивается ребенок. Может быть, естественно, есть люди, которые в прошлой каденции были нормальные люди, реформаторы, честные, которые не удалось. Да, выплеснули с водой ребенка, но на самом деле принцип важнее здесь. То есть первое это личностное убирание. Второе будет практики, какие-то коррупционные практики и практики сословных привилений. Вот вся вот эта вот штука с депутатской неприкосновенностью и с, скажем так, депутатской безответственностью. Да, наверное, это не сильно удачное слово. Я что имею в виду, когда депутат может сменить фракцию по ходу пьесы? Из фракции выйти, значит, во фракцию зайти. На это тоже эти конституционные изменения, которые предлагают... Ну, то, что называется императивный мандат, по-другими словами, правда? Да, фактически это императивный мандат, да. А может это не сильно хорошо. С точки зрения, как бы, демократии мирного времени это не хорошо. С другой стороны, мы должны понимать, что на конец 8-го созыва Верховная Рада полностью доверяли 1% и частично доверяли 3% еще людей в Украине. То есть такого падения доверия к институтам, когда всем государственным институтам в сумме доверяли 9% населения, у нас было самое низкое доверие. Почему не доверяли? Потому что люди воспринимали избрание Верховной Рады как one-way ticket, да, как билет в один конец. То есть все, они избрали, обо всем можно забыть, что было раньше, да, и очень многие так делали. Я не говорю, что все, очень многие так делали. И у них была возможность так делать, потому что депутат был защищен от всего. Он не ходит, он, значит, не ходит на заседание, он переходит, может перейти из фракции во фракцию, если там что-то как-то не сложилось, да. И ему за это ничего, ему за это ничего. Вот это создавало, он неприкосновенен, да, то есть он неприкосновенен, он может, грубо говоря, послать полицейского, да, который остановил его за вождение в пьяном виде. Ну, может, в принципе, он может вынуть карточку, такое же было, в общем-то, да. Были случаи, когда даже только избранные депутаты, вот, начинали там громить конкурентов, оскорблять, ну и так далее, да, то есть вот это такие люди. То есть вот эта каста неприкасаемых, каста неприкасаемых, она же не ограничивалась только депутатами. Были люди, которые даже, будучи помощниками, консультантами депутатов внештатными, вот, тоже позволяли себе какие-то вольности и так далее. Вот они, сути, прокуроры, да, вот эти вот касты, которые вроде как и не элита, да, это же не лучше, вот, они просто выше по этому самому, да. То есть они вроде как и не элита, а вроде как имеют такое положение, вот, как имели в феодалов, в феодальном обществе, да. Вот таким вот, такой вот вещь. То есть вторая, это ликвидация сословных, то есть вторая, первая, это наличностном уровне, это ликвидация сословных привилегий, ликвидация коррупционных практик. Я правильно понимаю, что закон об импечменте тоже будет принят впервые в истории Украины, по большому счету, президенту? Ну, он был внесен, да, он был внесен, закон об импичменте, он был внесен еще в прошлую Раду, прошлая Рада его проигнорировала, вместо этого она приняла закон о временных следственных комиссиях, который тоже нужен, но он подавался в пику президентскому законопроекту про импичмент. Поэтому тут был, я думаю, что был чисто личностный, сейчас опять подан, повторно подан законопроект об импичменте президента. То есть, в общем-то, насколько я понимаю, лично Зеленского не волнует эта процедура в плане того, что он не хочет себя обезопасить. То есть, снять там, а здесь не снять это, ну, это не очень, это было бы не очень справедливо. Но, по крайней мере, такой законопроект подан. Вот, и я не думаю, что фракция «Слуги народа» не поддержит поданный президентом законопроект. Это будет, ну, как минимум, очень смешно, да, и очень-очень забавно, да, если она отклонит президентский. Извините. Такое тоже же возможно на всякий случай. Да, я понимаю, ну, вот, я думаю, что у президента с фракцией есть контакт, ну, и об этом писали, да, у них есть встречи. Поскольку они проходят за закрытыми дверями, что, в принципе, ну, тоже нормально, да, то есть, у Порошенко фракция ездила этим самым в загородные поместья, то есть, в загородный дом. Она ездила там гуськом каким-то, значит, кортежем. То есть, происходит встречи, поскольку они проходят за закрытыми дверями, я понимаю, что там происходит откровенный разговор какой-то, да. Вот, и, ну, это хорошо, это хорошо, это хорошо. То, что люди, как бы, имеют свое мнение, да, люди имеют свое мнение, и дискуссии, и не раз уже они говорили, и руководители фракции, что дискуссии, да, идут, позиции могут быть разные. Вот, ну, мы приняли решение, тогда мы, как бы, вот, когда мы доходим до воли, вот, когда, вот, это же волевой акт, нажимание кнопки на самом деле волевой акт. Это мы так думаем, что это так просто сделать, но это волевой акт сделать. Вот, вот, когда доходим до воли, там уже есть решение, которое, которое принято, которое с учетом всех запобежников, с учетом всех противоречий, согласованных и так далее.